Обрамление и построение поэмы В дошедшем до нас виде Гита представляет обрамленный эпизод Махабхараты. Для понимания первой главы Гиты необходимо знакомство с основными линиями обрамления. Первый стих памятника ставит ее в связь с Махабхаратой, в шестую книгу которой включена Гита. Махабхарата повествует о борьбе двух родственных родов, прямых потомков Дхритараштры, его сыновей, из которых старший Дурьотхана с племянниками Дхритарашты, пятью сыновьями Панду, брата Дхритараштры. Старший из братьев Юдхиштхира, второй Бхима, третий Арджуна, четвертый и пятый близнецы Накула и Сахадева. Но, как повествует легенда, Панду, находясь под проклятием одного Риши, воздерживался от общения с женой, так как согласно смыслу проклятия он должен был погибнуть в момент такого общения. По легенде, братья Панду являлись сынами разных богов, посетивших их мать Кунти. Юдхиштхира был сыном бога Ямы, или Дхармы, закона. Бхима – сын бога Ветра Ваю, Арджуна – сыном громовника Индры, а близнецы Накула и Сахадева были сынами индийских диаскуров Ашвин от Мадри, другой жены Панду. Таким образом, каждый из братьев является олицетворением соответствующего божества. Дурьотхана, трудноодолимый, есть символ греха, силу которого так ярко описывает Гита, глава третья, шлоки 36-41. Как старший сын Дхрита Рашты, Дурьотхана по закону наследует своему отцу, но он претендует не только на полагающуюся ему часть, но и на долю двоюродных своих братьев, наследников Панду, уже умершего к началу действия Махабхараты. Непосредственно после смерти Панду, когда братья еще не вступили во владение наследством отца, Дурьотхана добился от своего слабохарактерного отца Дхрита Раштры приказа об изгнании Юдхиштхиры и его братьев. Повинуясь приказу, они поселились со своей матерью Кунти в одном дворце, находившемся в маленьком городке. Дурьотхана затевает погубить братьев, устроив пожар дворца. Братья своевременно узнают о злоумышлении, убегают через потаенный ход и скрываются в лесу. Через некоторое время они все вместе сватаются за одну царевну – Драупади, которая и становится их общей женой. Драупади, то есть дочь Друпады, именовалась Кришнаа. Женский род – это также олицетворение божества, женское воплощение Вишну, как Кришна – его мужское воплощение. По возвращении пандавов Дурьотхана путем интриг вновь добивается изгнания ненавистных ему соперников. Он втягивает Юдхиштхиру в игру в кости, которую ведет нечестно, и окончательно его обыгрывает. Юдхиштхира проигрывает не только всеобщее имущество, но и жизнь и свободу свою, своих братьев и общей жены. Только чудесное вмешательство Кришны смягчает положение, и братья с их женой изгоняются на 12 лет, причем по истечении этого срока за ними сохраняется право силой вернуть утраченное царство. Гита начинается описанием подготовки решительной битвы, в которой братья панду реализуют свое право после долгих и тщетных попыток разрешить дело мирным путем. Примечание. Предложение добавлено из рукописи. Сам Кришна вел переговоры с Дурьотханой, но безуспешно. История этих переговоров рассказана в Удьога Парван «Книга усилий. Сохранить мир». Пятые книги Махабхараты. Смотри 76.3. Выпуск этой серии. Там, между прочим, рассказывается, что Дурьотхана приходит к Кришне и просит о помощи в битве. Кришна создает полчища из 100 миллионов умножить на 10 людей и ставит их на одну сторону, а себя, безоружного, не принимающего активного участия в сражении, на другую и предоставляет Дурьотхане и Арджуне выбор. Первый выбирает полчища, второй – Кришну. Примечание. Отмеченный абзац добавлен из рукописи. Шестая книга Махабхараты, книга Бхишмы, в которой содержится Бахагавадгита, начинается с описания подготовки к битве. По совету Кришны Арджуна возносит перед боем молитву к богине Дурге, Великой Матери, которая является ему и открывает, что он есть Нара, непобедимый для врагов, а Кришна – Нараяна, путь человека. Нара и Нараяна – это аватары, воплощения Вишну Кришны, сказания которых неоднократно передает Махабхарата. После появления Кали – Дурги, Арджуна приобретает уверенность в победе. Сравни книгу Бхишмы 793-812. Смотри 80, книга о Бхишме, глава 23, 17 и следующее. Перед началом битвы Юдхиштхира идет в стан врагов и, преклоняясь перед Бхишмой, как старшим броди, получает от него благословение и предсказание победы. Говори в мою пользу, то есть дай мне благословение, и сражайся на стороне. Куру просит Юдхиштхира Бхишму, глава 6, 1563-1570. Получив благословение от Бхишмы, Юдхиштхира отправляется почтить Дрону как своего учителя и тоже получает от него благословение и предсказание победы. Слепой Дхаритараштра не принимает непосредственного участия в битве. Издалека он следит за развитием боя со слов Санджаи. Имя это значит «победоносный», «своего Суты». Буквально это слово значит «возничий». Но в Древней Индии роль Суты вовсе не ограничивалась обязанностями конюха и возничьего. Суты были певцы, народные рапсоды, сопровождающие царя и как колесничие, и как рапсоды. Риши Вьяса даровал Санджаи способность ясновидения, и поэтому он может воспринимать происходящее на расстоянии. Гита начинается вопросом Дхаритараштры о том, что происходит в данный момент на поле битвы. Все дальнейшее есть рассказ Санджаи, передающего беседу Шри Кришны и Арджуны. Прием передачи событий в виде рассказа действующего лица, или рапсода, один из излюбленных восточной поэзии, особенно в эпической. В частности, он широко использован в Махабхарате. Вся поэма есть рассказ одному из потомков Бхараты о делах отцов, а отдельная часть эпоса – это, так сказать, двойной или тройной рассказ. В Бхагавадгите изложено религиозно-философское учение вишнуитов-бхагаватов, переданное в виде диалога. Диалог также издревле – любимая форма изложения религиозно-философских учений в Индии. Многим древним упанишадам придана форма диалога, например, чхандогия. Диалог – господствующая форма изложения в позднейших религиозно-философских памятниках, вплоть до тантр. В нем обычно участвует учитель, часто божественный, и ученик, реже ученики, нередко также божественные. Очень популярны, особенно в шиваидской литературе, диалоги между божественной читой, причем не всегда мужская ипостась божества поучает. В тантрах, например, эту роль выполняет женская ипостась Шакти. Строго говоря, и гита есть, беседа божественной читы. Кришна есть аватар Вишну Нараяны, Арджуна – воплощение Нары, женской ипостаси Нараяны. Многие исследователи подчеркивают бессистемность изложения гиты, причем некоторые расценивают это как минус, а некоторые даже как плюс произведения. Так Дасгупта пишет о гите. Отсутствие системы и метода придает ей особое очарование, более свойственное поэтическим творениям у панишат, нежели диалектической и систематической мысли индийцев. Гита делится на 18 песен или глав. Суббароу считает, что это число не случайно, а символично и часто встречается в Махабхарате. Вся поэма разделена на 18 книг. Великая битва длится 18 дней. Автор замечает, что число 18 мистически связано с Арджуной. Кришна есть особый аватар Вишну, и число 18 характеризует этот аватар. По приведенным соображениям приходится признавать некоторую искусственность деления гиты на главы, в чем не видно особой необходимости. Без особого ущерба для последовательности изложения и литературной формы материал мог бы быть сгруппированный другим способом, чем это сделано. Дейсон разделяет Гиту на три части. Первая часть касается этической проблемы, вторая, пять следующих глав, теологической, и, наконец, третья часть, последняя семь глав, психологической. Нужно сказать, что такое деление весьма условно. Как уже говорилось, многие исследователи выделяют главы первую, вторую, тридцать восемь в особую часть или ядро гиты, к которому некоторые прибавляют еще заключительные слова Санжай 18, 74, 78. Действительно, первая глава и заключительные слова последние образуют как бы эпическую рамку поэмы, ее спайку со всем эпосом. Впрочем, нельзя отрицать, что первая глава органически связана с остальным содержанием гиты, сущность ее – постановка нравственной проблемы, выраженная словами Арджуны. Как правило, философский диалог в индийской литературе начинается вопросом ученика. Художественный прием гиты, оправдывающий речь Арджуны глубоко реалистическими обстоятельствами, является в высокой степени правдивым и убедительным. Он придает всему диалогу не абстрактный характер размышлений, отрешенных от живой действительности, от треволнений мира, но вводит в самую гущу жизненной борьбы и действия и подымает вопрос, который до сих пор человечество не сумело практически разрешить. Это создает гите совершенно особое положение среди других подобных произведений индийской литературы, ибо форма философских диалогов в индийской литературе, как правило, абстрактна, почти лишена конкретных образов и конкретных жизненных положений, столь характерных для греческого философского диалога. Содержание гиты по главам Этика Главы 1, 6 Глава 1 Первое слово «гите» Дхарма Катри сразу же вводит в круг идей, развиваемых произведением. Действие происходит не просто на поле битвы, но на поле Дхармы, закона, где сами боги совершали жертвоприношение. Поле Куру – реальное географическое место, где по преданию происходила знаменитая битва. В истории Индии оно аналогично Куликову полю, в истории нашего Отечества. Здесь, как на острие меча, взвешивались исторические судьбы Индии, судьбы всего человечества, так верят индийцы, ибо именно с этого момента начинается мрачный период Кали-юги. С первого же слова гита вводит нас в систему своих символов. Поле Дхармы, поле чести, долга и закона, необходимо понимается не только как определенная местность, но и как символ жизни вообще, как поле деятельности и борьбы человека. Вступая на него, он должен задать себе вопрос о нравственности. Символ поля как жизни, области деятельности встречается у многих народов и в разные эпохи. Учитель руководит колесницей ученика, которой есть он сам. Характерна черта, развиваемая Махабхаратой и безмолвно принимаемая гитой. Дурьотхана выбрал физическую силу несметных полчищ, Арджуна же выбрал помощником Кришну, но только как нравственную силу, ибо Кришна участвует в битве только как руководитель, а не как физический исполнитель. Более того, Арджуна сказал, что он не хочет физической помощи Кришны, а только нравственной, так как стремится сам заслужить славу победы. И Кришна одобряет такую установку ученика. Таким образом, в поэме символически изображена трагедия жизненной борьбы, рассматриваемая в аспекте нравственной задачи. Джива, индивидуальное «я», руководится в разрешении этой трагедии им же самим, но только бесконечно большим, обладающим космическим сознанием «я», Бхагаваном Кришной. Вот почему так настойчиво подчеркивается тождество Кришны и Арджуны. После нескольких слов вступления, посвященного эскизам главных действующих лиц Махабхараты, слепого Дхрита Раштры, родоначальника Куру, Санджаи, милостью Вьясы, получившего дар ясновидения, способность экстаза, в котором он может воспринимать святую беседу Кришны и Арджуны, Злокозненного Дурьотханы, своей злой волей стянувшего на погибель весь род Куру и Пандавов, Деда Куру, величавого Бхишмы, дающего сигнал начинать битву, и других, более второстепенных лиц, Поэма показывает колесницу Арджуны, влекомую белыми конями под управлением самого Кришны. На колеснице стоит Арджуна, утренняя заря, белый, то есть проявленный Джива, руководимый черным Кришна, из глубин непроявленного. На колеснице Арджуны – Капидхваджа, то есть знамя с изображением Ганумана, первого Бхакты и преданного воина Рамы, Как и сам Арджуна, великий Бхакта и преданный воин Кришны. Как некогда Гануман самоотверженно служил владыке Раме, в силу большой любви, так и сейчас Арджуне надлежит реализовать то, что уже в принципе совершено Шри Кришной, неустанно деятельным Пурушоттамой. Битва началась. Полетели первые стрелы. Но вот Арджуна обращается к водителю с просьбой остановить колесницу. Перед решительным моментом он хочет последний раз окинуть взором поле борьбы и еще раз взвесить. Кришна повелевает – смотри на этих собравшихся куру. Как в фокусе лучи собрались здесь нити кармы рода, и прошлое встает своих созревших, а потому уже неизбежных воплощениях. Будущее прозревается в ужасных неясных образах, зловещих знаках, смущающих Арджуну, а настоящая, всегда бывающая и никогда не существующая вихревая точка в ритте, в волнах космического сознания Читта, сгустилась в чудовищное кровавое пятно, в рев, наполняющий небо и землю, и вселяющий ужас в сердца присутствующих. Волна ужаса охватывает и тело Арджуны. В трепете он роняет лук и стрелы, оружие богов – гандиву, и с пересохшими губами, едва держась на ногах, обращает к бесстрастному слова протестующей молитвы святого кощунства, осуждения законодателя и судьи во имя закона. Ни победы, ни наслаждения, ни счастья, ни даже жизни Арджуна не желает. Совершается брата убийственное дело, попирается святой закон человечности, веками охраняющий жизнь рода. Сдвинулась с места основа, рушится все, праотцы падают в изнеможении, лишенные жертв. Женщины рода, носительницы будущего, развращаются и должны понести от предателей и преступников трижды проклятое потомство, не заслуживающее ничего иного, как пребывание во мраке преисподней, запечатленное всеми мыслимыми, скверными, всеми печатями преступления, законов, исконных обычаев, правды человеческой, носимой каждым в сердце. Если противники, чьи души помрачены неведеньем, чьи сердца опьянены вожделением, не видят преступления в этом братоубийстве, то тем более ответственны те, кто предусматривает неизбежные последствия – ужас, мрак братоубийства, мерзость из мерзостей, оскорбление и убийство гуру падет на тех, чьи глаза открыты, которые уже здесь будут осуждены есть пищу, обогренную братской кровью, пролитой их собственной рукой. Бессилие, отчаяние и боль, проникающие до самых глубин души, овладевают Арджуны, и, рыдая, он опускается на сидение колесницы со словами «Не буду сражаться». Так начинается в гите трагедия человека, пришедшего к отрицанию мира, оскверненного злом. Где же правда? Как можно довериться каким-либо словам, чувствам, когда все – зло, обман, иллюзия и единственная надежда, единственная светлая точка в этом мире мрака и отчаяния, нравственность, святой закон Дхарма, на который держится все, разрушено? Пусть Дхарма попирается вовне, пусть гибнет моя жизнь, это еще не трагедия. Но когда внутри меня начинаются раздирающие душу противоречия, когда затемняется светлый лик в моем сердце, тогда помрачается сознание, и вопль де профундис поднимается. Кровавая мука самим собой покинутого человека. Сознание Арджуны помрачено отчаянием, и он умоляет учителя наставить его. Глава вторая И бесстрастный с неразгаданной улыбкой, и улыбкой ли, сравни главу вторую шлоку десятую, начинает свою божественную песнь. Ты мудрую речь говоришь, а сожалеешь о тех, кому сожаление не надо, но сам не понимаешь этих слов, истинное значение их скрыто от тебя. Закон не есть форма, но сущность, само бытие. И сам источник жизни начинает раскрывать свое безусловное, всегда пребывающее единство и многообразие текущего и условного. Гита раскрывает сложности бездну противоречия становления. Одно положение необходимо понять и принять при изучении этого памятника, чтобы уловить его дух. Гита не есть гносиологическое сочинение, и гносиологический подход к ней обречен на неудачу. Сравни Дазгупта, том 2, страница 525-26. Кришна отрицает возможность постижения сущности путем изучения и аскезы, в индийском смысле слова. Арджуна подымает не гносиологический, а практический вопрос о долге, его смысле и выполнении. Более того, когда Арджуне кажется, что Кришна отвлекается от прямого ответа в теорию, он перебивает речь наставника репликой «Противоречивыми словами ты смущаешь мое сердце. Скажи лишь одно, как мне достигнуть блага?» Это и есть праксис неоплатоников, йога индийцев и недарамгита, согласно уже древней традиции, называется не джнана-шастра, а йога-шастра. Пафос индийской философии есть пафос искания пути спасения, блага, шрея, о чем Арджуна и говорит в третьей главе. Этот пафос возник на самой заре индийской культуры. Им проникнуты Упанишады, начиная с самых ранних, Гита, Мокша-дхарма, учения Будды и Махавиры, Рамануджи, темная мистика Тантор. Когда на склоне лет совершенной повествует Маха-нирвана-сутра, готовился отойти в то неведомое, которое он называл нирвана? Ученики спросили его о сущности этой таинственной нирваны и о том, в каком состоянии пребывает в ней совершенный, сохраняется ли там сознание? И последовал ответ. «Я явился, чтобы открыть вам путь спасения, шрея, чтобы возвестить вам четыре истины о страдании и способ избавиться от него, а рассуждать о том, что такое нирвана, и сохраняется ли там сознание совершенного, может ли тот, кому доступен живой, реальный опыт нирваны, отвлеченные же рассуждения о ней, бессильны, а потому и бесполезны». Известно, что южный буддизм, хинаяна, разрешает понятие в отрицательном смысле, то есть атеистически, а смысл ответа Маха-яна нужно искать в сложнейшей символике Ади или Амитаба-будды, явно родственной шактизму. Ступительная часть поучения Кришны, глава 2, шлоки с 11 по 30, является той основой, которой он вновь и вновь с разных сторон подводит ученика. Кришна напоминает Арджуне, что приходящий тела и вечен за ними воплощенный, надевающий и сбрасывающий их, как одежду. Он не рождается и не умирает, его не рассекает оружие, не опаляет огонь, не иссушает ветер. Кто думает, что он может быть убитым или что он убивает, заблуждается. Никакие перемены его не касаются. Одни взирают на это, как на чудо, другие говорят о нем, как о чуде, иные только слышат о том же чуде, но никто не знает его. Воплощенный неуязвим, а потому не подобает скорбеть ни о каком существе. Но ученик исходил от плотных форм, он говорил о роде, о законах рода, о долге каждого члена рода, об установленном ритме. И вот, когда несколько успокоилось волнение ученика, вызванное созерцанием явленного ему учения о воплощенном, учитель обращается к низшим слоям его сознания и ведет с ним рассуждения, санкья, в той плоскости, в которой формально поставил ученик свой вопрос. Кришна объясняет Арджуне многогранность закона и его содержание в проявлении. Вечная и незыблемая дхарма, оставаясь вечной и неизменной, в проявлении притворяется во множество установлений, обрядов, обычаев, законов, зачастую феноменологически противоречащих друг другу, однако несущих один неизменный, незыблемый принцип нравственности. Арджуна в этом своем воплощении кшатрия и должен нести свой долг кшатрия, воина, для которого битва является желанным случаем выполнить свой долг и таким образом достигнуть отверстых врат рая. Пусть на пути к выполнению долга встречаются препятствия, все в этом мире бытия противоречиво и нужно уметь примерять противоречие. Как ни ужасно, несоблазнительно это кажется, но в действительности в выполнении даже такого долга нет того ужаса, который видит Арджуна. Примечание предложения добавлено из рукописи. В таком рассуждении нет извращения разумом действительности, нет сделки с совестью. Наоборот, усвоив эту дхарму, человек избегнет многих бедствий. Глава 2, Шлокис 31 по 40. Так говорит рассудок. Однако ученик должен подняться ступенью выше, должен осуществить синтез в йоге. Йога требует особого состояния духа, особого цели устремления. Если экзотерически понимаемые веды основывают всю этику жертвоприношений на принципе «даю, чтобы получить». Если книжники тешат себя усложнением обрядности, дозволений, запретов, если они принимают рай и счастливое воплощение за цель действий, то над всем этим должен подняться тот, кто хочет проникнуть в тайны самадхи. Веды находятся в области приходящего, подвластного игре трех гун. Йогин должен пребывать вечным, и тогда источник вед будет ему не нужен, ибо он будет черпать из первого источника. Если следующее экзотерическому учению ищут плодов, то Йогину надлежит выполнять долг не из побуждения воспользоваться плодами совершенного, а ради выполнения долга как такового. Этот переход рассудочного учения о частном долге, кастовой дхарме, к эзотерическому учению йоги необходимо требует разъяснения, как же следует относиться к законоположениям о частном долге, то есть к ведам. Шлоки главы 2 с 41 по 47 не являются таким образом случайным полемическим выпадом, который можно толковать и вкрифь, вкось, а органически необходимым вступлением, совершенно четким и ясным, если не терять основной мысли по учению Кришны. Только утратив эту нить, можно блуждать в потемках филологических трудностей, искусственно создавать кривотолки. Гита указывает на необходимость преодоления вед, как на то указывают и у Панишады. Как и у Панишады, Гита не противопоставляет себя ведам, но снимает их в синтезе, говоря языком гегелевской диалектики, или превосходит их, ати-тари-шьяти, говоря языком индийской философии. Но что такое йога? Шлоки главы 2 с 48 по 50 дают два определения йоги, являющиеся для Гиты основными и решающими. Пропустить эти определения, скользнув по ним глазами, значит закрыть себе доступ к пониманию всего дальнейшего. Приходится только удивляться невнимательности исследователей, путающих йогу Гиты и йогу Патанжали, не считаясь с ясными указаниями того и другого произведения и обращая внимание только на формальную общность терминов, прошедших в течение веков смысловое развитие, да учитывая лишь кое-какие технические приемы. Происходит это от того, что для большинства исследователей йога Гиты и йога Патанжали понятие абстрактное, некая мистическая спекуляция, разбираться в которой нет особого смысла. Для того же, кто ищет ответа на вопрос Арджуны, разница между обоими учениями становится настолько очевидной, что смешение их становится невозможным. Примечание. Предложение, добавленное из рукописи. Гиты определяют, йога – это равновесие. Саматва йога уциаты. Или йога именуется равновесием. Понятие саматва трудно для перевода. Леви передает его через «индифференс». Ему следует Эдгертон. Дейсон переводит «гляйхмут». Арнольд – «эквебилити». Термин, предложенный Арнольдом, является наиболее адекватным санскритскому термину. БПС переводит «уравновешенность», «уравновешенное поведение», ссылаясь на разбираемое место гиты. Йога Патанджали дает совершенно иное определение понятию. Йога-сутра 1-2. Йога есть удержание космической материи сознания от вихрей. Йога-ситтавритти-ниродха. Гита понимает именно эту уравновешенность как искусство в действиях, тогда как Йога Патанджали принципиально отрицает действие и строит всю систему как искусство тормозить действие. Согласно учению гиты, уравновешенность достигается бескорыстным действием или, следуя терминологии текста, отказом от плодов действий, так как не действия как таковые, а привязанность к их следствиям, плодам, создает кармические узы и удерживает «я» в самсаре рождения и смерти. В силу отказа от плодов, Йогин, по учению гиты, становится «наблагой», «анамайя» путь. И тогда разум освобождается от власти частного закона, тех феноменологических противоречивых норм, которые, будучи приняты за абсолютное истинное, как веление Писания, смущают сердце ученика. Так достигается Самадхи 58-59. Отвечая на вопрос ученика о признаках стойкого духом, Кришна рисует идеал Йогина, существенно отличающийся от того, который можно представить себе на основании сутр Патанжали. Там Йогин – это человек, достигший полного равнодушия к миру, полной отрешенности от него, прошедший перед этим все искушения сверхъестественной власти, сидхи, випхути – это скорее дева, нежели человек. В гите Йогин – это прежде всего деятельный бхакта. Правда, и гита также требует глубокой интроверсии, сравни, нашедшей в самом себе радость. Глава 2, шлока 55. Полной стойкости по отношению к приятному и неприятному, потери вкуса к внешним предметам, отрешенности от вожделения и отвращения. Так Кришна определяет того, кто познал Высшее. От привязанности рождается гнев, учит Кришна. От гнева – заблуждение, от заблуждения – гибель. Таков обычный для индийского пессимизма причинно-следственный ряд самсары. В нем нет надобности видеть специфически буддийскую концепцию, так как его можно найти уже в Упанишадах. То, что ночь для всех – отрешенность и бесстрастность, что кажется просто отсутствием жизни для привязанного к формам человека, есть бодрствования для яснозрящего Муни. Что есть жизни бодрствования для всех, погруженных в шумиху жизни, есть ночь для мудреца. Покоривший свои чувства в час развоплощения достигает нирваны Брахмана. Нужно подчеркнуть, что Гита не развивает теории дживанмукта, заживо освобожденного, как это делает позднейшая йога – патанджали, и классическая санхья. Гита не говорит просто о нирване как буддизм, а о нирване Брахмана или Бхагавана. Смысл этого понятия поясняется в дальнейшем. Сравни главу пятую, шлоку двадцать четвертую и следующую. Так кончается вторая глава, где проблема, ставящаяся Гитой, рассматривается с точки зрения рассудка, почему глава и называется санхья – рассуждение. Глава третья начинается вопросом ученика, на который следует разъяснение учителя. Арджуне непонятно. Карма, дела относятся к феноменологии, где сохраняет силу вся система антитез, над которой должен подняться мудрый. И, во-первых, это антитеза добра и зла, дхармы и адхармы – этическая проблема. Сама речь учителя носит для ученика непримиримое противоречие. Он говорит учителю, если ты восхваляешь отрешенность от действий, а не дела, то как же ты толкаешь меня на такое ужасное дело? Противоречивыми словами ты смущаешь мою совесть, будхи. В Упанишадах и Махабхарате будхи, как правило, отождествляется с махат – синтетическим сознанием, из которого развиваются остальные таттвы. Авалон, примечание Авалон The Serpent Power, страница 62-63-13, так определяет понятие будхи. Будхи, рассматриваемое относительно других способностей опыта, является тем аспектом антахкарана, который обусловливает способность определения. Адхая-васатмика – будхи. Автор ссылается при этом на Санхья-правачана, глава 2, шлока 13. Комментатор, разбирая значение слова будхи для этой шлоки, говорит, что будхи называется низкая корини. Слово же низкая от си плюс низ означает твердое мнение, установленный взгляд, убежденность. Таким образом, будхи определяется как создающее убеждение. Гита близка к такому пониманию. Сравни, например, главу 2, шлоку 41. Вая-васатмика будхи – решительная мысль, разум. В вопросе Арджуны, начинающем третью главу, слово будхи обычно переводят через разум, мнение, воззрение. Но здесь речь идет не столько о познавательной способности в смысле рефлексии, сколько о синтетическом единстве сознания, определяющем поведение в целом, о разумной воле. Такое понятие ближе всего стоит к практическому разуму Канта. Это место Гиты также является определяющим для установления точки зрения на Гиту как на философское произведение для нахождения ее путеводной нити. Гита есть произведение прежде всего этическое, а потому в ней преобладают не гносиологические моменты, а практические, говоря языком индийской философии – йогические. Не познание, а сознание играет в Гите ведущую роль. На вопрос ученика-учитель в третьей главе разъясняют сущность карма-йоги, откуда и название главы. Ссылаясь на изложенное раньше, Кришна говорит, что возможны две точки зрения, две установки – путь чистой рефлексии рассуждающих, самхьянам, и путь деятельности йогинов. Чрезвычайно важно для понимания концепции Гиты подчеркнуть, что Гита исключает из понятия йогинов представителей чистого созерцания, мотивируя это тем, что оно не определяет еще нравственной установки человека. Упражнение в созерцании возможно и относительно приходящих объектов чувств, хотя деятельность чувств – индрий, а следовательно деятельность нервной системы в целом, и будет сдерживаться упражняющимся, как то рекомендует йога-сутры. Гита возражает против такого рода упражнений и называет человека, предающегося им, «митхайя карас», что не обязательно значит «лицемер». Дейсон передает это слово описательно «находящийся на неверной дороге, сбившийся с пути». Согласно Гите, всякая деятельность, не ставящая себе целью единая, является сомнительной или даже прямым заблуждением. Но и отказ от деятельности не ведет к успеху в смысле освобождения, ибо по существу такой отказ невыполним, нереален. Никто ни на мгновение не может отрешиться от деятельности и будет вынужден действовать помимо воли. Деятельность лежит в области факта непреложного для проявленного мира вращения гун, а потому и не может быть прекращена, доколе существует прокритий, которую Гита признает безначальный. Деятельность как результат вращения гун лежит в области феноменологии, а не морали. А потому как таковая не несет в себя нравственной ценности, значит, и не связывает по существу «я» отмана. Факт становится актом в силу отношения к нему «я» отмана, или, выражаясь языком гиты, в силу желания плодов деятельности. Всякое желание плодов связывает атмана с деятельностью гун, то есть создает кармические узы, препятствующие освобождению от самсары. Поэтому, поучает Кришна, лишь тот поступает правильно, кто отказывается не от деятельности, что признано невозможным, а от плодов дел. Таково одно из основных положений этики гиты. Та деятельность считается жертвенной, которая не стремится к использованию плодов, лишь бескорыстная ведет к освобождению, всякая же другая, завязывает узы кармы, плохие или хорошие, в данный момент безразлично. Мир создан актом жертвы, намек на великое жертвоприношение Пуруши. И Праджапати рёк. Размножайтесь ею, пусть желанной камадук она для вас будет, ею богов укрепляйте, да укрепят вас боги. Так выражается в мифологических образах закон взаимосвязи и соподчинения в мире проявленном закон круговорота материи. Пренебрегающий этим законом и готовящий пищу только для себя нарушает гармоничное вращение гун и тем совершает грех. Михальский и Венский считают это мифологическое объяснение интерполяции, но защищает свое мнение очень неубедительно. Вставку, якобы нарушающую логическое развитие мысли, он объясняет тем, что позднейшие редакторы Гиты не могли слышать слово «яджна» «жертва» без того, чтобы не развить этой темы. Шлоки главы третьей с десятой по пятнадцатую и четвертой с двадцать пятой по тридцать третью автор считает вымученными и стоящими значительно ниже общего философского уровня Гиты. Думается, что это не так. Автор Гиты и здесь пользуется близкими, понятными и дорогими для индийцев образами, чтобы развить свою мысль, сделать ее наглядной, действенной в чувстве и акте, а не только в отвлечении. Находящий в атмане свою радость и цель отрешается от других частных целей и свободно совершает положенную ему кармическую деятельность. Обращаясь к ученику, учитель побуждает его именно к такой деятельности и подкрепляет свои слова близкими народному эпосу, образами джанаки и другими, как русский ссылается на Илью Муромца или Добрыню. Кришна говорит, чем больше социальная значимость человека, тем больше он служит примером для других, а высочайшим примером служит сам Бхагаван, которому нечего искать, не к чему стремиться и который ради существования мира все же находится в непрестанной деятельности, ибо миры погибли бы, если бы я не совершал действий, говорит Кришна. Принять такое поучение под силу только человеку с решительной мыслью, глава 2 шлока 41, знающему, который не должен смущать незнающих, еще стремящихся к частным целям. Для таких людей, еще кармически не созревших, для восприятия высшего учения, снятие частных целей равносильно снятию и самой деятельности. Кришна указывает, что знающий, руководя другими, должен ставить им эти частные цели, создавать привлекательность деятельности, так как только постепенно расширяя свои цели, незнающий может достигнуть знания, а следовательно, и освобождение. Это положение развивается и освещается в дальнейшем. Глава 9, шлоки с 22 по 30. Ослепленный неведением думает, я есмь, совершающий, знающий же сущность вещей, говорит, гуны вращаются в гунах и не привязываются к делам. Частные цели и деятельности, о которой говорилось выше, глава 3 шлоки с 10 по 15, приводят в конечном счете к осознанию единой цели, высшему атману, Когда человек оставит все желания и преодолеет все частные цели, он научается работать бескорыстно. Кто это постигает, освобождается, кто же не постигает, погибает в заблуждениях. Каждый человек действует согласно своей природе, кастовая дхарма, это неизбежно, и протестовать против этого бесполезно. Зная единство цели, нужно действовать в кармически определенных формах и не брать на себя долга, несвойственного собственной природе, чужого долга. Чужой долг полон опасности, даже более совершенный в своих частных формах, а свой долг, даже менее совершенный по форме, но выполненный бескорыстно, ведет к освобождению. Гита настаивает на этой мысли и повторяет ее в заключении. Глава 18 шлоки с 45 по 48. На вопрос Арджуны о психологическом происхождении греха Кришна отвечает, что источником греха для человека является вожделение Кама. Этим всепожирающим и ненасытным врагом окутано все проявленное, как зародыш окутан оболочками, как дым, застилая пламя, скрывает его свет, так Кама скрывает свет разуму человека. Врага этого нужно знать и уметь поразить. Знание заключается в умении видеть за сильным влечением чувства, стоящие выше его разум, манас. Выше разума стоит сознание будхи с его способностью не только познавания, но и нравственной оценки познанного. Выше будхи стоит то, сверхличное, которое определяет деятельность человека даже вопреки его узкосебелюбивым целям. То определяет сверхличное, выражаясь языком современности, высшее социальное поведение человека, дает ему силу жертвовать собой ради высшего блага, блага народа, человечества. Стремление к тому обеспечивает победу. Глава четвертая Название этой главы варьирует в разных изданиях. Она называется или «Йога-совершение жертвоприношения брахмо» – брахмарпана-йога или же йога-познания джнана-йога. Она органически связана с третьей главой. Если в третьей главе разбиралась проблема действия, его совместимость с целью конечного освобождения, необходимость действия ради достижения этой цели, то в четвертой главе рассматривается проблема познания как основа деятельности человека. Начинается глава словами Кришны о традиции йоги, источником которой он называет себя. «Древняя йога со временем пришла в упадок», говорит Кришна. Это место представляет большой исторический интерес, так как оно возбуждает вопрос, какова же та йога, о которой говорит Кришна как о древней. Углубленное исследование вопроса может пролить свет на датировку гиты и место этого памятника в истории развития философской мысли Индии. Возможно, что в словах Кришны заключается намек на существовавшие иные системы йоги, но возможно, что здесь устанавливается какая-то традиция, подлежащая изучению. Во всяком случае, слова Кришны вызывают недоуменный вопрос Арджуны. Как возможно, что он передавал учения йоги древним мудрецам, Вивасвану и другим? Кришна указывает, что речь идет о прежних его существованиях, которые он все помнит, тогда как Арджуна не знает своих. Далее следует изложение теории аватаров. Оно считается первым, наиболее ранним из известных в индийской литературе. Сравни Ламот. Заметки о Бхагавадгите. Дазгупта. История индийской философии. 2.525.26. «Я – атман, нерожденный, неприходящий. Я – существ владыка», говорит Шри Кришна. «И все же, будучи выше своей природы, я рождаюсь собственной моей». Это место очень важно для понимания концепции Пракрити в Гите. Весьма важно, что текст настаивает на кшатрийской, а, следовательно, на вишнуитской традиции, тогда как шиваизм выражает браминскую традицию. Учение об основании Адхиютхана не раз обсуждалось с различными индийскими философскими школами – Нияя, Санхи, Веданты, Шанкара и его ученики. В школе Шанкары ставился вопрос, как Брахмо может быть причиной, основанием иллюзии, майя, которую Шанкара понимает как чистую иллюзию. Ответ ведантистов был приблизительно таков. Если Брахмо есть основание миропроявления, то оно проявляется лишь в своем предикате, атрибуте, сад, реальное, тогда как его предикат, ананда, чистое блаженство, непознаваем. Ишвара, воплощаясь, являет свой образ различным сознанием по-разному. Как ко мне кто приходит, так я его принимаю. Все люди идут моим путем. Глава 4 шлока 11. Эта мысль близка тому, что в Семитской Каббале именуется «пятьдесят врат мудрости», где каждая сефира дает свой аспект божества. Однако существенное различие в образах и системе построения не позволяет предположить о каком-либо заимствовании или взаимном влиянии в этом отношении гностической философии, к которой относятся и Каббала, и философии индийской, в частности Гиты, общность темы порождает общность высказываний. Примечание, отмеченный абзац добавлен из рукописи. «Кто желает успеха в своих частных целях, говорит далее Кришна, тот приносит жертвы частным аспектам божества, другим богам. Кто же ищет единого, приносит жертву ему одному. Ишвару не связывают и не сквернят дела, ибо Ишвара есть творец мира, первопричина всего, и вместе с тем не творец, как не подлежащий действию кармы, не связанной делами». Глава 4 шлоки 13.14. Такое противоречивое утверждение характерно для Гиты, как и вообще для всей индийской философии, не только не боящиеся противоречий, но даже старательно их вскрывающие. Как не связывают и не прельщают дела Ишвару, так не должны они прельщать и связывать, идущего его путем. Действия и бездействия труднопостижимы, и даже вещие смущаются этим. Гита различает действие, бездействие и извращенное действие. Кришна называет таинственным путь действий и лишь того называет мудрым, кто видит бездействие плода в действии. И действие плода в бездействии. Будхой, пробужденным, именуется тот, чьи начинания свободны от страстей, чьи действия сожжены в огне мудрости. Отказавшийся от плодов не действует, даже совершая действия, творя действия лишь телесно, он не грешит. Глава 4 шлока 21. Нужно отметить близость этих взглядов Гиты с буддизмом, настаивающим, что грешны, то есть подлежат нравственной оценке, не действия как таковые, а намерения. Сравни «Ольтрамар. История теософических идей в Индии», том 2, 52. Нельзя не подчеркнуть огромность этического сдвига, выраженного приведенным положением Гиты. Этика современной Гите не видела разницы между фактом и актом. Достаточно напомнить, что вся трагедия Эдипа построена на грехе, преступлении, совершенном не только невольно, но с горячим желанием его избежать. Если Наль совершает грех, открывший ворота Кали, то лишь по некоторой небрежности, нарушая ритуал. Сравни 74, первый выпуск этой серии. Даже христианство еще нечетко различает намеренное и ненамеренное нарушение закона. Сравни «Прости мне, прегрешение вольное» и «невольное». Отмеченное предложение добавлено из рукописи. Тот, кто совершает действие как долг, кто победил желание и доволен достигнутым, стоит выше противоречий. Он освобождается от уз кармы. Брахмо есть и жертва приношения, и жертва, и приносящий жертву. Глава 4, шлока 24. Так формулирует Гита закон «Тождество» в стихе, считающимся самым священным стихом произведения, то есть наиболее полновыражающим его суть. Он стоит в прямой связи с главой 3, шлокой 15. Вездесущая Брахмо всегда пребывает в жертве. В следующих за главой 4 шлоки 24 шлоках Кришна поясняет феноменологическое разнообразие этого единого жертвоприношения. Оно понимается различно людьми, стоящими на разных ступенях сознания. Сравни глава 4 шлока 11 и глава 9 шлоки с 20 по 31. Шлоки с 25 по 33 перечисляют различные формы жертвоприношения в зависимости от характера и ступени развития приносящего жертву. Дазгупта называет шлоку 29 темной и затрудняется объяснить, как можно жертвовать прану апани и обратно. Трудно понять, пишет он, точный смысл жертвенного приношения праны апани и почему это называется жертвой. Толкование Шанкары и других мало помогли в этом деле. Они не говорят нам, почему это называется яджна или как может быть совершено такое жертвоприношение, они даже не стремятся дать синонимы глагола джухвати – совершать жертвоприношение, употребленного в контексте. Мне кажется, что дело идет о мистической замене. О медитации Пратика Посана, употребляющейся вместо жертвоприношения, о чем упоминается в Апанишадах, например, в Майтрея Апанишаде, глава 6, 9, говорится, что в Я соединены прана и солнце, знающие размышляют только об Атмане и лишь в себе приносят жертву. Сравни также Чхандогья Апанишада, глава 5, шлока 24 и Дасгупта «История индийской философии», том 2, стр. 448, 26. Непонятно, почему Дасгупта так осторожно выражает свое предположение, ведь по существу весь абзац от 25 до 33 шлоки говорит о заменах жертвоприношений, так тщательно впоследствии разработанных тантрами. Вообще, все это место гиты совершенно недвусмысленно выражает эволюцию от ведического материального жертвоприношения к символическому жертвоприношению упанишад, то есть развития садханы. Поясняя это, Кришна говорит, распростер ты многообразные жертвы пред ликом Брахмо, «Знай, они все рождены от действий, это познав, ты будешь свободен. Жертва мудрости лучше вещественных жертв. Мудрость полностью все дела объемлет». Глава 4, шлоки 32-33. Нужно ли яснее говорить о Пратика Пасана? Таким образом, данное место гиты не только не снижает мысли, выраженные в главе 4 шлоки 24-й, как полагает Михальский и Виньский, но поясняет, уточняет ее и указывает исторический путь ее развития. Ученику подобает смиренно искать эту мудрость, вопрошая тех, кто обладает ею, постигнув ее ученик, увидит все существа в едином. Мудрость есть наивысший очиститель, освобождающий от греха. Верующий получает такую мудрость, а сомневающийся в силу своей неустойчивости не может достигнуть цели. Поэтому мечом мудрости постижения Атмана рассекая сомнение, что от неведенья родилось и каленится в сердце, пребывая в йоге, восстань Бхарата, заканчивает Шри Кришна по учению 4-й главы. Итак, основная мысль главы – определение действия как жертвы, научение действовать жертвенно, то есть не ради достижения своих целей, но бескорыстно, ради общего блага. Глава определяет мудрость как умение действовать. В этой главе, посвященной мудрости – джнана, гита особенно подчеркивает служебную роль познания, ценного не как таковое, но лишь как средство к освобождению. Шип вынимается шипом, а потом оба выбрасываются. Изречение, очень популярное в Индии, еще раз эта глава убеждает, что гита не есть гносиологический трактат, не нияя, а йога, и только с такой точки зрения нужно подходить к ней. Требования последовательности изложения, систематики, прилагаемые к гите, как критерий для анализа текста и всего произведения в целом, ведут только к путанице. В заключении главы некоторые исследователи видят противоречие. Здесь как бы отдается предпочтение знанию, тогда как дальше отдается предпочтение бхакти. Если понимать под джнана гносиологию, то действительно может возникнуть недоумение. Но Шри Кришна, как бы желая подчеркнуть, что речь идет не о дискурсивном познании, а о мудрости, как знании конечной цели и средств к ее достижению, подчеркивает, что джнана достигается верой, чем она и отличается от санхи, достигаемой рассуждением. Такая мудрость не противоречит бхакти, а выражает ее. В этом смысле глава четвертая, как джнана, может противополагаться не главе двенадцатой другим, а первой половине второй главы, где действительно рассуждение ведется в духе санхья. Глава вторая шлока с тридцать первой по тридцать восьмую. Глава пятая Арджуна спрашивает, а разница между отречением от действий и йогой? Если йога есть искусство в действиях, то как же понять наставление четвертой главы, особенно шлоку девятнадцатую, где говорится о необходимости покинуть все начинания? По существу пятая глава развивает дальше мысли, высказанные в четвертой главе. На вопрос Арджуны Шри Кришна отвечает, что и отречение, и йога к высшему благу ведут, однако йога превосходит саньясу. Эта же тема, только несколько варьированная, появляется еще раз в начале восемнадцатой главы. Шри Кришна снова дает определение отречения, как сохранение равновесия в треволнениях жизни, и утверждает единство санхи и йоги, как двух сторон одного и того же процесса освобождения. Кришна настаивает снова, что достигнуть освобождения одним только рассуждением без праксиса, без йоги нельзя. В главе пятое слово санхья правильнее всего понимать как теоретическое размышление, а слово йога как праксис в смысле неоплатоников. Ниже будет показано, какое историческое содержание можно вложить в оба термина. Во всяком случае здесь уже можно подчеркнуть, что гита не просто противополагает санхью и йогу, но категорически настаивает на их конечном единстве и называет детьми тех, кто видит здесь разное. Трудно достигнуть отречения саньясы без йоги, то есть без праксиса, а преданный праксису молчальник, муни, быстро достигает брахму. Такой человек не оскверняется делами, он знает, что не сам он действует, а гуны вращаются в гунах. Йогин совершает действия только таттвами, то есть телесной своей стороной, включая сюда и будхи, так как согласно концепции санхьи душевные процессы материальны. Пуруша остается непривязанным. Так пребывает блаженный владыка в девятивратном граде теле, не совершая действий и не подвергаясь воздействию. Гита, в согласии с основной философской концепцией Индии, признает, что Пуруша не действует, но лишь созерцает, а природа вращается сама по себе. Глава 5, шлока 14 и глава 13. Нельзя не узнать здесь дуализма санхьи, как философской школы, с ее учением о бездеятельности духа и деятельности природы, прокрити и о полной их разделенности. Шлоки 14 и 15 как бы противоречат шлокам 22 и 24, 3 главы и началу 4. Они развивают антитезу «Я творец и не творец». Глава 4, шлока 13. И «Ни праведности, ни греха не принимает на себя Ишвара». Особенно этот стих кажется идущим вразрез со всем духом Гиты, так настойчиво говорящей о любви Бхакти к Ишваре и о любовной связи между человеком и единым, о принятии единым лепестка воды, как дара любви и прочее. Конечно, в этом месте дан иной аспект божества, дан намек на тот неприходящий мир, который мыслится в едином, наряду с неприходящей его деятельностью. Однако следует обратить внимание на оборот, которым выражена эта мысль в тексте. Глагол «до» с префиксом «о» употребляется в эпосе почти исключительно в «медиум», активная его форма почти утратилась, но все же «медиум» сохраняет свое значение действия для себя, непереводимым на другие языки, не сохранившие такой глагольной формы. Именно в этом грамматическом обороте дано разрешение противоречия. Не для единого нужна праведность, и не для него противен грех. Он стоит над тем и другим и не принимает ни того, ни другого для себя. Лишь для человека он принимает его жертву как дар любви, для существ он воплощается и, становясь в основу природы прокритий, действует. Он творец для мира, не творец для себя. Истинное знание единого окутано неведеньем, но мудрость того, кто познал единого, сияет подобно солнцу. Глава 5, шлока 16. Мудрец всюду видит одно, и мир подчиняется тому, кто всюду видит тождество. Хотя Брахма пребывает как основа всех существ всей прокритии, но не оскверняется несовершенством приходящих форм. Счастлив лишь тот, кто не привязанный ни к чему внешнему, находит счастье в самом себе и приближается силой йоги к Брахму, кто до освобождения от тела преодолел желание. Кто счастлив внутренним, недоступным ничему внешнему счастьем, тот входит в нирвану Брахму. Глава 5, шлока 24. Эта шлока развивает мысль 72-й шлоки 2-й главы. Глава 5-я дает точное определение, что такое нирвана Брахму, а также что такое йогин. Оба понятия характеризуются положительно, а не только отрицательно, как в буддизме Хина-Яна, малой колеснице. Эта положительная характеристика не совпадает и с определением, даваемым Маха-Яной. Приближение к бытию Брахму создает в душе йогина тот, недоступный внешним касанием мир, тот покой бытия, который и есть нирвана Брахму. В основе такого покоя лежит непоколебимая вера в единого, как друга всех существ. В конце главы указаны и некоторые приемы, помогающие достижению покоя путем торможения нервной деятельности, фиксация взора, ритмическое дыхание. Пятая глава решает вопрос об отношении между отречением и йогой. Отречение рассматривается как осознание тождества всего сущего, реализуемого в Брахму. Познавший это тождество, реализовавший его в себе, освобождается от вожделения, не связывает себя действиями, так как не привязан к плодам, деятельности. Способ осуществления такого познания есть йога. Почему глава и называется «Карма-саньяса-йога». Глава шестая. Эта глава называется «Йога-самообуздание» и является как бы техническим дополнением к предыдущим главам и, в частности, развитием и уточнением мысли главы 5-й шлоки 27-й. Начинается она пояснением, что не тот саньясин, кто без огня и без обрядов, и кто ведет странническую жизнь нищенствующего монаха, как то описано, например, в Брахму или саньяса-упанишаде, а тот, кто совершает действия без привязанности к плодам. Это определение снимает требования, предъявляемые традицией веданте к саньясину и дает иное наполнение термину йогин. Шлока вторая утверждает тождество саньясы и йоги. Шлока третья устанавливает градации достижения в йоге. Для мудреца-молчальника, муни, стремящегося к йоге, дело, карма является средством, а для достигшего умиротворение является средством, путем. То есть, не достигший умиротворения, ставя его себе целью, пользуется делами как средством достижения, а достигшее умиротворение пользуется им как средством реализовать единство, саматва. Достигшим йогином именуется тот, кто не привязан ни к делам, ни к предметам чувств, и отрешился ото всяких начинаний. Йогин сам себе и союзник, и враг. Он борется сам с собой, сам себя поднимает. Вся его цель заключается в достижении единого единения. Для этого нужно постоянно и неукоснительно упражняться. С одиннадцатой шлоки начинаются технические наставления в йогических упражнениях. От йогина требуется отрешенность от собственности, уединение, отрешенность от «я», обуздание мысли, полный контроль над ней и прочее. Даются технические указания о жилье, месте, осанах. Нужно сказать, что наставления эти, хотя и близкие к наставлениям йога-сутр патанджали, но даже в деталях техники все же отличаются от них, не говоря уже о сущности. Гита не уточняет осан, не разбирает свойства каждой из них, не настаивает и на технике дыхания, который придает такое огромное значение позднейшая йога. Гита только упоминает о приеме уджая, то есть об уравнении дыхания, хотя и не пользуется позднейшим техническим термином. Она говорит лишь о пранаяме вообще, в широком смысле этого слова. Таковы технические отличия более ранней йоги-гиты от более поздних йогических систем. Важно также отметить тематику медитации. Она определяется единым, эко, причем упор делается не на технику, а на содержание медитации, тогда как в системе патанджали основное – техника. Содержание уже медитации не придается столь важного значения, так как главное – это торможение волн материи мысли. В системе буддийской медитации объект выбирается с установкой «развить у подвязающегося отвращение к проявленному», дать возможность почувствовать чету майи. Стих 20, 6 главы, говорит об успокоении читты, как и в йога-сутрах, глава 1, шлока 2, однако сутры определяют успокоение только отрицательно, тогда как гита дает и положительное определение шлоки с 21 по 23. Йогин вкушает блаженство от приближения к брахмо посредством твердого устремления буддхи, шлока 25. Наконец, еще одна важная особенность. Гита совершенно не занимается вопросом о сиддхах и випхути, тогда как йога-сутры уделяют особое внимание и тому, и другому. Стремящемуся к брахмо-йогину, Шри Кришна дает обетование. Кто меня во всем и все во мне видит, того я не утрачу, и он меня не утратит. 30. Итак, цель йоги гиты – единение. Цель йоги патанжали – обособление. Следующее указанием гиты йогин – стремиться жить во всем и ощутить все в себе. Следующее указанием патанжали – стремиться достигнуть полного обособления ото всего, полностью оторваться от приходящего, замкнувшись только в себе. Арджуна находит, что для йоги, описанной Шри Кришной, нет достаточно оснований в средстве и шаткости маноса, сдержать который так же трудно, как ветер. Такая неустойчивость, по мнению Арджуны, создает непреодолимое психологическое препятствие для достижения сосредоточия, требуемого йогой. Кришна согласен, что манос неустойчив, но настаивает, что его можно победить постоянным упражнением и бесстрастием – вайрагия. Йога недоступна тому, говорит Кришна, кто не подчинил себя, себе самому, то есть тому, кто не начал рассматривать все свои желания и чувства, как средство для достижения единства, кто не покорил их этой цели, а воспринимает их как самоцель и придает им безотносительную ценность. Арджуна задает еще один вопрос – что станет с тем, кто верит, но не обладает достаточной силы, чтобы достигнуть высоты йоги. Кришна указывает, что никогда желающий поступить праведно не вступит на путь скорби, так как важна направленность человека. Обладевание же гунами совершается постепенно. Если человек не может достигнуть вершин йоги в данном воплощении, он достигнет их в будущем. Усилия предыдущей жизни создадут ему необходимые внутренние и внешние условия. Кришна ставит йогина выше мудрецов и считает, что даже тот, кто пожелал изучать йогу, преодолевает веды, то есть относительные нравственные законы. Но выше всех Шри Кришна ценит, Бхакти, из всех йогинов наиболее совершенен тот, кто до глубин души мне предан, то есть Бхакта. Так заканчивается шестая глава. Этой главой, касающейся техники йоги, заканчивается и первая часть гиты, которую можно назвать этикой. В этой части даны и разъяснены определения йоги как метода достижения освобождения, понимаемого, однако, в положительном смысле как утверждения бытия, а не в смысле буддийского нигилизма или полного обособления, которому учит Патаджали. Вопрос об йоге возникает непосредственно из разрешения нравственных задач, вызванных столкновениями нравственного человека с противоречиями не теоретического, а практического характера, почему гита и рассматривает йогу не как гносиологию джнана-йога, а как учение о поведении, то есть как праксис. Этим гита отличается от ранних упанишат, где упор делается на гнозу, который и обосновывается праксис. Из такой установки гиты вытекают основные определения йоги. Йога есть равновесие и йога есть искусство в действиях. Главы 3-я, 6-я поясняют и развивают эти положения. Раз йога есть праксис, необходимо дать определение праксиса, то есть действия, кармы, гита различают правильное действие, бездействие и извращенное действие. Сущность равновесия заключается в сосредоточии своего сознания на высшем, умении видеть единое во всем разнообразии проявленного. Гита определяет единое положительно по принципу тат твам аси – это то, а не по принципу нети, не то. Она сохраняет практически дуализм пурушоттамы и бхакты во имя бхакти. Это отличительный признак вишнуизма, лишь впоследствии принятый шиваизмом. Заключительные слова 6-й главы являются переходом к теме следующего отдела гиты – учению о высочайшем духе, пурушоттама, то есть антологии, рассматриваемой как пневматология. Этой теме посвящены 7-я, 15-я главы. Обробление